В 6.50 утра обстановку на кыргызско-таджикской границе погранслужба страны охарактеризовала как напряжённую. С пограничного поста Таджикистана был произведён выстрел. Кыргызская сторона нанесла ответный удар. Основные перестрелки между подразделениями совершились в местности Булакбаши, Баткенской области, и длились 10 минут. На 50 минут прекратилась перестрелка между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча начальников пограничных отрядов двух стран. Однако таджикская сторона продолжила обстрел позиций нашей республики. Как утверждается, они использовали миномёты и гранатомёты. Пограничники двух стран сразу заняли боевые позиции. Пограничные представители нашей республики по Баткенской области и представитель Таджикистана по Сахдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон. Однако в 7.50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатомётов и миномётов. В 8.10 перестрелка прекратилась. Однако напряжённая обстановка сохраняется. По данным ведомства, проводится встреча пограничных представителей двух сторон для выяснения причин перестрелки. В настоящее время на встречу выехали пограничные управления Баткенской области и командиры воинских частей 2022. Переговоры продолжаются. Ситуация в регионе стабильная. Сёла жителей двух республик расположены рядом. Это затрудняет работу по определению линии границы. В связи с этим между жителями и пограничниками часто происходят столкновения за право доступа к земле. Нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим потерям.